Если человек хочет узнать себя, то инеограммы – это самая полная карта о том, чтобы не только узнать себя, но и о том, чтобы узнать смысл своей жизни. А в инеограмме прямо прописано, что на каком этапе нужно делать для того, чтобы эту цель достигнуть. Я не имею права сказать тебе какого-то инеотипа. Между инеотипами есть свои отношения, есть типы, которым сложно очень друг с другом. Это нужно знать. И нужно знать тогда, если уж вы встретились в этих сложных отношениях, на что вам нужно обратить внимание для того, чтобы создать, несмотря ни на что, несмотря на все противодействие ваших личностей, те самые идеальные, волшебные, красивые, наигармоничнейшие отношения между друг другом. Существует очень много разных типов личностей. Их сейчас очень много. Это довольно популярная тема. Можешь ли ты рассказать нам про инеограмму? Что бы вы хотели узнать про инеограмму? Хотелось бы узнать, что это такое, возможно, какие-то основные понятия и что она дает человеку, который хочет узнать, может быть, себя лучше. Если человек хочет узнать себя, то инеограмма – это самая полная карта о том, чтобы не только узнать себя, но и о том, чтобы узнать смысл своей жизни. Для чего человек здесь? Что ему нужно изменить? Что ему нужно исправить? Цели в жизни? Вот эти великие смыслы, экзистенциальные смыслы, которые рано или поздно настигают любого думающего человека, который обладает развитым сознанием, то инеограмма – это как раз тот самый инструмент, который отвечает на все эти вопросы. Инеограмме более шести тысяч лет. Это очень древний символ, который совмещает в себе, даже в своей символике, все законы, по которым мы здесь живем на Земле, как люди. И это круг, треугольник и такая гексограмма, которая определяет закон семьи. Есть еще скрытые символы, которые зашифрованы в инеограмму, но об этом когда-нибудь мы сделаем специальный курс или специальное видео, чтобы раскрыть эти тайны, потому что они совсем тайные. Собственно, в том контексте, в котором ты задала вопрос про инеограмму, вообще в принципе инеограмма, если мы с ней знакомы, если мы знаем, что это такое, если мы умеем с ней обращаться, то по сути инеограмма – это ключ. Знаете, вот такие волшебные всякие разные фильмы, где люди ищут какие-нибудь артефакты, находят и приходят к какой-нибудь потайной двери, вот они его вставляют и все начинает открываться, там тайны, там сокровища, там смыслы, там какие-то ответы. Вот можно считать, что неограмма – это такой символ, который открывает смысл любого процесса, который открывает смысл мироздания. Обладая этими знаниями, мы на самом деле в совершенстве можем начать процесс и его закончить. То, что мы называем целеполаганием, то, что мы называем построением дальносрочных, среднесрочных и краткосрочных целей, то, что мы называем всякими разными процессовыми задачами – вот это все заложено в инеограмме. Древний символ, который рассказывает, что нужно делать, какой этап за этапом, для того, чтобы у вас получилось то, что вы задумали. Потому что на самом деле недостаточно просто поставить цель. Недостаточно даже иметь намерение достигнуть эту цель. На своих курсах я все время говорю, что намерения – это такие паруса, которые мы выставляем для того, чтобы цель достигнуть. Но на самом деле в инеограмме есть тайный смысл. Когда мы изучаем инеограмму личности, мы знаем, что есть девять, там есть девять точек на этом кругу. Это девять типов, девять типов разных людей, которые делятся на три группы. Те, кто живут и видят этот мир через физический центр, те, кто живут и видят этот мир через эмоциональный центр и через интеллектуальный. Так вот, в любом процессе, если человек не видит свою цель через каждый из этих центров, которые у него есть, то он не достигнет эту цель. А в инеограмме прямо прописано, что на каком этапе нужно делать для того, чтобы эту цель достигнуть. Это что касается про такой, ну скажем, жизненный, житейский смысл инеограммы. Это такой волшебный. И, собственно, так как мы живем в необычном мире, где люди, которые имеют отношение к духовному миру, говорят о том, что все микро имеет отражение макро, то есть каждая наша жизнь, каждый из нас имеет отражение всей Вселенной в себе, в своей жизни, то мы можем сказать, что если, например, инеограмма отвечает нам на вопросы глобальные, как устроен этот мир, закон процесса, то любой процесс в нашей жизни мы можем переложить на вот эту карту и просто пользоваться, и у нас будет получаться. А теперь ближе к твоему вопросу. Инеограмма больше известна как типология личности, потому что вот эти тайные знания, они остаются тайными знаниями для тех, кто получил их из древних мест, где передавалась эта информация от учителя к ученику, только в устной форме, она даже нигде не записана, и таким образом она дошла до сегодняшних дней. Что касается инеограммы, которая отвечает, один из аспектов – это познание себя, это очень важный аспект, потому что, собственно, именно эта сфера, она и приводит нас к смыслу нашей жизни, к тому, чтобы мы ответили на конец уже на вопрос, кто мы и зачем мы, что мы здесь на земле делаем, как люди, и неужели же наша жизнь – это ходить на работу, смотреть Инстаграм, строить отношения, рожать детей, умирать, покупать машины. Все такие вещи знакомые, и неужели нету каких-то других смыслов? Есть. Есть, конечно же, есть. То, что как раз открывает духовная психология, а инеограмма имеет непосредственное отношение к духовной психологии. Это инструмент, которым мы владеем. И в контексте познания себя инеограмма даёт нам такие базовые знания о том, как устроен человек, о том, что все люди разные и насколько они разные. Есть девять типов, те девять точек, которые существуют на этом символе, которые, как я уже сказала, проживают свою жизнь, есть, которые проживают свою жизнь исходя из эмоционального центра или исходя из интеллектуального или из физического. И это абсолютно разные планеты. Конфликты людей, они начинаются с того, что мы друг друга не слышим и не понимаем. Такое ощущение, что мы общаемся друг с другом, как инопланетяне. Так ведь? От чего это происходит? От того, что мы разные. И инеограмма показывает нам, что если мы какой-то тип личности, принадлежащий вот к этому, к этой особенности, к этой энергии, к одному из девяти, то у нас есть свои мотивации к действию. Мы каждый по-разному завоёвываем любовь. У каждого свои потребности, у каждого свои алгоритмы решения проблем, решения трудностей. У каждого из нас свои задачи на эту жизнь. И у каждого из нас есть уже встроенные таланты и способности. Порой сегодня обыкновенному человеку очень сложно открыть свои таланты и способности. Сегодня колоссальное количество людей не могут понять, кто они, какие они, где приложиться в этой жизни, что им легче всего даётся, или где они черпают своё вдохновение или энтузиазм. Что для них двигатель в жизни. Так вот, как только мы находим себя, как только мы распознаём себя на кругу инеограммы, мы можем просто читать вот эту карту, которая рассказывает нам про нас же. Кто мы, зачем мы, почему мы. И самое главное, что нам нужно сделать, что нам нужно исправить в себе, для того, чтобы мы стали целостными, уверенными в себе, гармоничными людьми. То есть первый смысл – это, наблюдая за собой, проходя через вот этот процесс самопознания, однажды определить, какому из этих типов личности мы сейчас говорим про личность, или по-другому мы можем назвать эго, мы находимся. Дальше инеограмма, которая является очень живым инструментом, она нам показывает, какие ещё склонности, какие ещё аспекты характера у нас есть, если мы больше взяли энергии своего соседа справа или своего соседа слева. Например, если я инеотип номер 3, то я могу взять немножко от инеотипа номер 2 и от инеотипа номер 4, совершенно очевидно. И это будут разные такие особенности с одной стороны и с другой, которые дополняют меня, которые расширяют диапазон моих талантов, скажем так. Кроме того, есть именно инеограмма показывает, к чему надо быть очень внимательным, если я нахожусь в стрессе, если я нахожусь в длительном стрессе, если я нахожусь достаточно долго в состоянии неразвития себя, то есть когда я не занимаюсь собой, когда я не улучшаю себя, когда я не развиваюсь, тогда на что я способен, куда я сваливаюсь, как я деградирую и кем я становлюсь, если я этому не даю должного внимания. И кроме того, одновременно с этим инеограмма показывает, что именно в себе нужно выращивать для того, чтобы стать лучше. То есть это вот прямо целая карта, используя которую, уже через очень быстрое количество времени мы о себе имеем очень большую информацию. И главное ведь, это не определить себя к какому-то типу. Например, как многие типологии личности, когда мы определяем себя куда-то, мы говорим, ну вот я, например, холерик. Однажды, когда я училась на психфаке и нам рассказывали про темпераменты, я слушала своего профессора и понимала, что да, это открывает какую-то новую грань для людей, они больше понимают себя относительно, там, я вовне обращен или вовнутрь, да, я экстраверт или я интроверт. Но я услышала такую фразу, которая меня немножко от этой радости отрезвила, когда мой профессор произнес такую фразу. Ну вот холерики, когда вы бьете теперь посуду о головы ваших там мужей или жен, вы знаете, почему вы это делаете, потому что вы холерик. И я поняла, что это отличный инструмент для оправдания себя. То есть знать, к какому типу ты относишься, этого недостаточно. Это просто оправдание. Это опять заточить себя вот в эти стереотипы своего эго, своих черт характера, но ничего не исправить. Почему мы обладаем таким характером? Почему мы обладаем такими качествами личности, такими чертами характера, которые актуальны для каждого из типа, да потому что в детстве мы не закрыли определенные потребности. И это очень легко понять, когда мы начинаем изучать себя именно по инеограмме. Но ведь это еще не все. инеограмма, она, конечно, приводит нас к тому, что мы становимся такими в детстве. Но уж точно не потому, что наши родители такие. Но уж точно не потому, что наше детство такое. А почему? Потому что закон кармы, закон причины следствия, судьбу, наши уроки никто не отменял. И очень многие вещи, которые скрывают или не знают многие школы, которые преподают инеограмму, не рассказывают своим ученикам и студентам, а они важны. Потому что есть предыдущие жизни, потому что есть предыдущие какие-то истории, которые приводят нас к тому, что мы становимся определенным инеотипом для того, чтобы на эту жизнь воплотить свои задачи. И это очень важно учитывать, это очень важно знать. И, соответственно, таким образом мы понимаем, что неограмма – это не просто часть какой-то поверхностной психологии. Это очень глубокие знания. Ну, во-первых, потому что им больше 6 тысяч лет. Во-вторых, они передавались посвященными мастерами в это дело. Из уст в уста. Только. И сама вот эта структура распознавания себя, само намерение изменить себя, оно приводит нас к тому, к той цели, чтобы не просто определить себя, а в итоге включить в себя, в свою личность, раскрыться, стать каждым инеотипом. Ну, то есть, представляешь, вот это инеотип номер 9. Тот, который любит отдыхать, тот, который любит находиться в комфорте, тот, для которого важно внутреннее состояние такого кайфа, человек, который любит мир, человек, который не конфликтен, все здорово, все замечательно, но тебе трудно удаются какие-то вещи, чтобы делать, чтобы создавать, чтобы жить с энтузиазмом, с вдохновением, активно. У тебя есть очень много талантов, у тебя есть очень много способностей, но также тебе не свойственны вещи, которыми обладает, например, инеотип номер 4, который понимает красоту этого мира до каких-то микровибраций, который живет как будто бы просто в контакте с Всевышним, с Вселенной. Ты на него смотришь и говоришь, господи, это какая-то другая планета. Или неотип номер 5, у которого все внутри структурируется, у него, ты знаешь, как в фильмах про будущее, когда там такая табличка перед глазами, невидимая для других, и у него так все так таблички, циферки, там все, да, как планеты кружатся. Он просто смотрит на эту табличку постоянно перед своими глазами, и ему все сразу понятно. Да, и ему задаешь вопрос, он говорит, подожди, и у него так эта табличка сразу, пьюм, и у него так тук-тук-тук-тук-тук-тук. Другие, правда, это не видят и думают, что он так немножко с приветом, да, потому что он замирает, а на самом деле там очень много всего происходит. Так вот и неотипу 9 все это несвойственно. И это кажется совершенно разным. Но представляешь, если бы ты стала человеком, который включает в себя все, который включает в себя все аспекты, все таланты, все способности, все сильные стороны каждого и неотипа. Ты бы видела, да, ты бы могла прочувствовать этот мир до мельчайших вибраций. Ты бы могла управлять информацией и понимать суть вещей, просто подумав об этом. Ты бы могла объединять людей, вдохновлять и быть лидером и быть человеком, за которым идут люди, и ты ведешь им к красивым ценностям и красивым целям. Или ты человек, который вот так умеет действовать, творить, создавать проекты и зарабатывать большие деньги. Хотелось бы? Да. Вот это и есть смысл работы в инеограмме. Смысл не просто определить себя. Смысл развить себя над тем, чтобы в контексте твоей ситуации в жизни ты могла бы сказать, каким бы и неотипом я сейчас хотела бы быть, чтобы решить эту задачу. И ты бы могла взять из себя, достать из себя те самые качества, для того, чтобы воплотить свою задачу или просто свою жизнь. Задача выйти за рамки ограничения своего инеотипа, стать всеми ими, открыть вот это все богатство каждым и всеми одновременно. Как мы говорим, стать инеотипом номер 10, который включает все 9. Это мы как раз и подходим к тем тайным смыслам, которые не открываются в книгах, не открываются в попсовых курсах и изданиях. Стать кем-то большим, открыть истинный смысл, прийти к истинному смыслу в своей жизни, прийти к тому, кто ты есть на самом деле. Как бы так вышло, что с одной стороны есть типология личности, и при всем при этом ты говорила, что этот же символ можно использовать как руководство к процессу и достижению целей. Ну то есть как это вообще? Оно как будто бы все в себя включает? Ну смотри, изменения, да, изменения, я же тебе сказала, что это какой-то волшебный символ, который открывает тайны к этой жизни, к этому миру, к этой планете. Откуда это взялось? Как так? Как это все собралось в одно, что это и типология, и достижение целей, и наверняка еще что-то, о чем мы не знаем. Видишь ли, на Земле всегда были люди, которые обладали тайными знаниями. Это не тайные магические знания, как обычно обывателям кажется. Это не что-то там мышки, мышкиные ушки, смешаем с крапивой, сварим, поплюем, и какое-то волшебное зелье. Нет. Я говорю про то, про тех людей, которые всегда хранили знания о том, как устроен этот мир. Сегодня, кстати, по прошествии многих тысяч лет, мы приоткрываем эти знания за счет науки. Например, астрономия, квантовая физика, медицина, математика, они приоткрывают для нас пока еще не открывают, а приоткрывают для нас вот эти духовные пространства и миры. Но всегда были люди, которые знали об этом практически все. Может быть, не на уровне высшей математики и квантовой физики, не таким образом, но они просто знали, как устроен этот мир, какие законы управляют человечеством, какие законы управляют Вселенной, высшие, божественные законы. Мы их так можем назвать. Ну, например, сегодня квантовая физика нам открывает такой секрет фракталов. о том, что большое отражается в маленьком. Есть даже такие капусты, которые называются романеско, которые очень хорошо показывают нам этот закон фракталов. Вся капуста, мы ее, ну, вот в Петербурге, по крайней мере, я не видела ее в свободном доступе, но я знаю, что она существует, я ее видела. Она в виде конуса. Она похожа на цветную капусту, состоящую из маленьких созвездий, таких маленьких соцветий. И каждое маленькое соцветие, оно повторяет этот конусик, которым является большая капуста. А внутри этого маленького конусика соцветия еще маленькие конусики, которые точно так же повторяют свой материнский конус. И таким образом он уменьшается. Так вот, мы то же самое. Любой микромир, он является отражением макромира. В каждом маленьком отражением большого. Это закон фракталов. Эти данные известны колоссальное количество тысяч лет. Только называлось это по-другому. Сначала наши дальние мудрецы-предки говорили о том, что в малом отражается большое. Потом в средние века уже нашего тысячелетия появился закон семи или закон октавы, который запечатлен в нотную грамоту, зашифрован в нотную грамоту. На самом деле инеограмма, вот та самая гексограмма, которая является таким странным знаком внутри этого круга, и есть тот самый закон семи или закон октавы. И когда мы будем изучать инеограмму, вы увидите, что там есть математический офигительный смысл внутри всех этих фигур, определенная последовательность, которая постоянно повторяется. Наши мудрецы называли это законом бессмертия. И инеограмма отвечает на вопрос как же стать бессмертным. Поэтому за этими знаниями всегда охотились. Раньше, когда начинался наш век, и даже еще раньше за этими знаниями всегда охотились. Охотились за теми людьми, которые обладали этими древними знаниями о бессмертии. Вот что такое инеограмма на самом деле. Последнее место, где хранилась эта информация, это был тайный восточный монастырь, я не буду даже говорить место, где он находился, где мудрецы при помощи этих знаний исцеляли людей, даже болезни. И при помощи знаний по инеограмме можно исцелить болезни, если мы захотим, если мы знаем об этом. Каким образом эти знания вообще стали доступны нам и появились в Европе и в нашей стране, например? В начале прошлого века жил такой мудрец, которого звали Георгий Иванович Гурджеев. Он армянского происхождения и долгое время жил и работал в Петербурге. Во второй половине своей жизни он переехал во Францию, там основал свою школу или институт гармоничного развития человека. Так вот, на заре своей юности он путешествовал по восточным местам, по таким вот тайным местам, и он попал в тот самый монастырь, где и получил от своих учителей вот эти тайные знания. И таким образом он привез это в начале прошлого века в Европу. Это появилось в Петербурге, это появилось в Европе, во Франции. У Георгия Ивановича Гурджеева был один из учеников Хоскара Чаза, который взял эти знания и, будучи другом Юнга, он изучал психологию, психотерапию, и он решил применить, развить вот эти древние знания через свою собственную практику. К нему присоединился Клаудио Наранха, который был учеником уже впоследствии после смерти Гурджеева Оскара Ичаза. И Клаудио Наранха, будучи психотерапевтом, психиатром, вместе с Оскаром Ичаза, эти знания перекладывал на клиническую практику. То есть со своими пациентами в своей частной практике они изучали, доказывали, что те знания, древние знания, которым 6 тысяч лет, они актуальны действительно и сегодня. И таким образом они дополнили это современным языком, современными изысканиями, современными исследованиями. Клаудио Наранха как раз является одним из моих учителей, который помог мне углубить знания, именно типология личности по инеограмме. Но древние знания самой инеограммы я получила в другом месте, в том самом тайном. То есть получается ты тот человек, который может сказать мне, какого я инеотипа? А, есть этика мастеров инеограммы, есть этика людей, которые передают эти знания, обучают учителей инеограммы. Я не имею права сказать тебе какого-то инеотипа, иначе для тебя эта работа, этот поиск лишится того истинного смысла, лишится твоего собственного опыта, той глубины, той красоты, которые, открыв для себя самостоятельно, ты перейдешь своей эволюцией, ты перейдешь в своем сознании на другую ступеньку, благодаря которому. Если я просто приду и скажу, Ира, ты вот такой инеотип, ну инеотип номер 9, раз уж бы начали, дай, к примеру, что толку? Это будет как ты холерик, поэтому теперь ты знаешь, почему ты бьешь посуду о голову своего мужа. Ничего не изменилось, что ты холерик, что ты инеотип номер 9, что ты там, кто-то по хьюман дизайну или еще. Все то же самое. Идея инеограммы не в этом. Учитель инеограммы сопровождает ученика в исследовании себя. Учитель инеограммы позволяет или помогает ученику освоить сам символ инеограммы для того, чтобы ученик в своей собственной жизни научился этим пользоваться, чтобы его жизнь изменилась по-настоящему, чтобы он смог открыть истинную природу себя, чтобы он смог открыть и реализовать свои истинные цели и ценности. Вот кто такой учитель инеограммы. И уже тогда, когда ты приблизишься к своему ответу, к правильному, я могу подтвердить тебе это, что да, ты на правильном пути. и дальше сопроводить тебя вот в этом прекрасном, красивом, на красивом пути эволюции для того, чтобы ты пошла дальше, для того, чтобы тебе давались те уроки, чтобы решения тех задач, которые подкидывает тебе жизнь, они были для тебя действительно сильны, полны ответами. Вот, например, ты сказала, что инеограмма, символы инеограммы это как бы этапы могут быть в достижении цели. Я сейчас просто подумала, а, например, если мы возьмем какой-то отдельный инеотип, для него этот же символ для каждого инеотипа можно разложить по каким-то этапам, не знаю, чего-то, например, развития в себе. Да, конечно. Инеограмма под инеотип номер 9, что для него все значит, под инеотип номер 1, что для него все это значит. Конечно, конечно, так и есть. Что это для него значит и в каком направлении именно ему. Именно физически, центры, эмоциональности его и его. Конечно. Какие связи и куда именно ему нужно двигаться. Потому что тебе, как инеотипу, например, номер 9, нужно двигаться и развивать одни качества другому, который, например, инеотип номер 4, который очень хорошо чувствует природу вещей, и какие-то таинства этого бытия, ему как раз нужно развивать то, что есть у тебя, к примеру. А у него этого не хватает. Соответственно, для каждого индивидуально есть в этой инеограмме задачи. Как будто бы они прописаны, но они не прописаны. Только от того, что там не написано, что для Ирины вот такие задачи. Нет. Когда ты приходишь, когда ты обладаешь этими знаниями, ты учишься, ты понимаешь. Это, знаешь, как игра в монополию примерно. Дальше ты только не кости кидаешь, а ты обнаруживаешь себя, и дальше у тебя по стрелочкам пойди туда, теперь пойди сюда, теперь пойди вот сюда. Вот здесь это открой и туда. В зависимости от того, где ты сейчас находишься, все очень понятно и все очень логично. Что мне поможет определить мой инеотип? Существуют тут тесты какие-то? Стоит этим заниматься? Нет. Это самая, наверное, неблагодарная и самая неинтересная вещь. Это опять же, так же, как если бы к тебе пришел человек и сказал, ты инеотип номер пять. И все. И делай с этим, что хочешь. И делай с этим, что хочешь. В этом нет интереса. Когда мы определяем по тестам себя, ну, во-первых, да, есть школы, которые составили, проделали колоссальную работу и составили тесты. Но на самом деле эти тесты не валидны, как говорят социологи. Они дают очень большую погрешность. Почему? Потому что, отвечая на вопрос, если человек не знает себя, если он внутри своего слепого пятна о самом себе, он отвечает на вопрос из своей иллюзии о себе. Потому что инеограмма, мы прикасаемся к себе настоящему, к принципу реальности. Очень многие люди, подавляющее большинство, когда они изучают инеограмму, а потом пытаются себя найти в этом, они отрицают свой инеотип. Они говорят, нет, я не могу быть этим. Я совсем другое. И они находят самый прекрасный для них инеотип, который им больше всего нравится, на кого бы они хотели быть похожим. Например, на моих семинарах много лет назад была такая тенденция, именно на русскоговорящем пространстве люди любили быть четвертым инеотипом. Это трагик-романтик, это те, кто, вот как раз я все время на него ссылаюсь, это тот, который чувствует тонкость мира, красоту, творчество, вот прямо сочетание цветов, вот какие-то такие тонкие вибрации, как будто бы они вот божественный голос здесь слышат. И когда мы заканчивали семинар, у меня просто ровно половина студентов переходили в четвертый инеотип и пытались мне доказать, что они в подростковом возрасте писали трагические стихи, они любили плакать. Дождь, который шел, он так их завораживал, что как будто бы все останавливалось и только одна капля так медленно-медленно текла, и они могли за этим наблюдать часами. Они мне вот это все рассказывали, но это просто творчество, которым, да, или просто подростковый период, которым, да, действительно обладало колоссальное количество людей, будучи подростками, влюбленными, влюбленными и брошенными, влюбленными и отвергнутыми. Знаете, такой период романтизма. Мы очень легко можем попутать в себе это и заиграться потом. Заиграться, и это самое страшное, когда мы определяем себя неправильно и мы накладываем на себя, заигрываясь в другой инеотип, мы повергаем себя в еще большие иллюзии о самом себе. У нас и так очень много масок, эго. И так очень много масок личности. И когда мы ошибаемся, мы еще больше туда себя углубляем. Ты рассказываешь про инеотип-4, меня прямо это вот так затрагивает до глубины души. Да. И я тоже думаю, ну, может, я миротворец, например, потому что я ругаться не хочу. Да. Да. А как все-таки себя-то найти? То есть тесты, они как бы непригодны. А какие тогда есть методы? Наблюдать за собой. Есть правильные технологии, есть правильные инструменты для того, чтобы наблюдать за собой. Только через самонаблюдение, только через самоизучение по правильным технологиям, под руководством учителя мы можем себя узнать. Мы можем увидеть, как мы реагируем на какие-то события, да, почему мы так реагируем, наблюдая за своими чертами характера, за своими потребностями. Ну, например, на курсе эмоциональной зрелости мы то же самое делаем, да, и потом после курса эмоциональной зрелости людям очень просто определить себя по инеограмме, потому что они себя уже знают. Они знают главную черту характера, они знают, что ими руководит, они знают какие-то алгоритмы нейронных связей, да, и все это потом очень просто наложить на инеограмму, ну, когда уже есть знания по инеограмме, да, например, эмоциональная зрелость второго уровня, мы как раз с инеограммой там и работаем, да, но только там терапия, мы это все уже углубляем и ставим на свои правильные места, исцеляем все эти обусловленности и нарушенные связи. Поэтому наблюдать, это самое интересное, ведь так интересно изучать себя, когда ты думаешь одно, а потом получается другое. А есть какой-то вот порядок в познании себя, что все-таки мне сначала пойти на, ну, то есть научиться наблюдать на курсе эмоциональной зрелости, или мне сразу как-то включиться в познание инеограммы? Можно начать с любого момента. Наша работа над собой, это долгий процесс. Когда мы задаем такой вопрос, что мне лучше, да, куда мне, это говорит о том, что, ну, незнание, мы хотим быстро, да, какой самый эффективный способ, да, пойти на этот курс, потом на этот, потом на этот, потом, да. Ну, да, я планирую, ну, там, год и все. Это очень, как это, как это самоуверенно, да? Это очень самоуверенно. Это очень самоуверенно. Это очень мало времени. Тебе столько лет, сколько тебе есть. Ну, не будем уточнять, да. И все эти годы твои нейронные связи укреплялись через твои черты характера, да, твои потребности не были закрыты. Это, собственно, и есть твой инеотип. Ты варилась внутри своего собственного инеотипа, да. Все только укоренялось. Сколько лет? И ты хочешь за один год все исправить? Скорее всего, не получится. Для этого нужно время. Потому что работа над собой, да, вот то самое самопознание, то самое улучшение себя, это духовная психология, это алхимия, это процесс. И этот процесс мы все время, люди забывают, да, мы люди, мы забываем о том, что есть очень важный ингредиент, помимо знаний, то есть мы думаем, что мы сейчас узнаем все по инеограмме, мы определим себя, и все изменится. Нет, да. А теперь начнется все самое интересное. А теперь нужно переделывать свои нейронные связи. А теперь нужно расширять свое сознание. А теперь нужно искать в конкретных, житейских, жизненных ситуациях утром, днем, вечером, с мамой, с папой, с сестрой, с другом, в работе, с деньгами, со здоровьем. Когда тебе приносят плюшку, предлагают, а ты не можешь отказаться. Когда ты хочешь сделать звонок и извиниться, а гордыня не позволяет. Когда ты делаешь кому-то хорошо, только для того, чтобы завоевать любовь. Вот это все и есть вот такое жизненное проявление своего инеотипа. Оно не где-то гипотетически существует. Оно существует здесь в каждый день, в каждый момент, в каждую минуту твоего времени жизни. И изучать это нужно здесь же, где оно и проявляется. Просто в классе сидеть и изучать инеограмму, например, или самопознание, это никуда нас не приведет. Это не приведет нас к цели, потому что духовная психология это не теория, это практикум. Это практикум каждого дня, это практикум каждой минуты каждого дня. Каждой секунды, каждого дня. Когда ты все время, все время взращиваешь в себе осознанность. Осознанность, чтобы находиться здесь и сейчас. Осознанность, чтобы у тебя появился выбор для того, чтобы делать по-другому, потому что так, как ты делал раньше, ты больше не хочешь. Потому что это очень ограничено, потому что это очень убого, потому что это очень сковано. А ты хочешь широко, а ты хочешь стать десятым инеотипом, свободным, чтобы включить в тебя всю эту мощь этой жизни. Потому что мощь всей жизни, к твоему вопросу, Ира, она на самом деле разделена между этими инеотипами. И если сказать, что вот сама жизнь, вот это величие самой жизни, мощь, вот вся сила, если бы она была за 100% где-то, то вот она посередине инеограммы. И она просто сегментами поделена между каждым. И мы станем тем, кем мы хотим на 100%. Только тогда, когда мы станем каждым, когда мы вберем в себя каждый другой инеотип. Но вначале хорошо бы разобраться со своим, выйти за его рамки, выйти за рамки его ограничивающих верований, выйти за рамки стереотипов, каких-то манипуляций и желания обладать этим миром. Как тебе попасть учиться? Потому что все, о чем ты говоришь, это колоссальные знания. Очень просто пойти и учиться. Очень скоро у нас будет курс, и сегодня вы можете уже бронировать для себя места, потому что, да, мест будет ограничено, но никто не мешает вам сегодня уже его для себя забронировать. Я правильно поняла, что ты владеешь техниками, которые помогают инеотипам преодолевать их внутренние сложные стороны и решать какие-то внутренние именно проблемы инеотипа конкретного. Да, я владею всеми древними техниками, которые связаны с инеограммой. И для того, чтобы бизнес создавать, и для того, чтобы процессами управлять, и для того, чтобы работать над собой, для того, чтобы выйти за рамки своего инеотипа, и для того, чтобы стать десятым и неотипом и даже больше. И вот даже теми самыми секретными техниками я тоже владею. Существует ли возможность изучать неограмму в паре, например? Действует ли это в отношениях каким-то особым образом? Это самое лучшее, что мы можем сделать, потому что между и неотипами есть свои отношения, есть типы, к которым сложно очень друг с другом. Это нужно знать. И нужно знать тогда, если уж вы встретились вот в этих сложных отношениях, на что вам нужно обратить внимание для того, чтобы создать, несмотря ни на что, несмотря на все противодействие ваших личностей, те самые идеальные, волшебные, красивые, наигармоничнейшие отношения между друг другом, чтобы научиться любить и принимать друг друга. Да, этому нужно учиться обязательно. То есть есть какие-то алгоритмы, которые, например, в паре позволяют наладить, если мы там не понимаем друг друга или не можем как-то прочувствовать, или у нас, например, в близости что-то не ладится. Да, конечно. Это все так же перекладывается на неограмму. Конечно, смотри, ведь это просто обыкновенное поведение человека со своими обусловленностями. У каждого и неотипа есть свои обусловленности. Что такое обусловленности? Обусловленности – это свои страхи, это какая-то философия жизни, это свои ограничения, это своя какая-то невозможность увидеть очевидное, это невозможность преодолеть свою гордыню, если уже теперь говорить на нашем языке по чертам характера, преодолеть свою гордыню, свои страхи, или свою жадность, или свое желание обладать, или ревность. У каждого есть вот эти свои грехи, у каждого и неотипа есть вот эти обусловленности. И когда мы их знаем, когда мы знаем трудности другого человека, который рядом с нами, мы спокойно можем через это пройти. Но говорить об этом просто, чем сделать. Я прекрасно понимаю, для этого нужны техники и технологии. Поэтому в моем, например, исполнении, в моем понимании как учителя, инеограмма – это не теория. Это всего лишь 10% теории о том, что такое инеограмма, как найти свой инеотип. А дальше 90%, как всегда, 90% практики, практических упражнений. А что дальше делать? Как? Как с этим быть? Как изменить эти нейронные связи? Потому что это нейронные связи, это химия. Когда мы имеем какой-то стереотип действия, мы не выбираем его, мы им обусловлены, мы одержимы, как зомби. Стимул реакции. Нам наступили на ногу, и каждый инеотип реагирует по-своему. Это нейронная связь, она гораздо быстрее, чем наша мысль. Мы переделываем нейронные связи. Я знаю, как это сделать. Расширяем свое сознание, учимся быть осознанными, потому что без осознанности мы ничего не изменим. Мы не перешагнем через свои страхи, мы не перестанем быть в гневе, либо внешнем, либо внутреннем. Мы не перестанем напрягаться, например, в достижениях, потому что нам важен успех, статус, власть, деньги. Мы не расслабимся, мы не станем свободными. 90% практики – это самое важное. Иногда в микрофонах всякие разные сущности застревают. Вы знали об этом? Он подает нам голос. Подает? Подает голос? Лучше. Когда на него подышишь, скажешь «изыди». Он изыдивает из микрофона. Отлично, продолжаем. Шикарно. Так мы изгоняем злых духов из микрофона. Слышь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...